В последние годы южно-африканской промышленностью разработана и принята на вооружение армии боевая машина пехоты Ротель, на базе которой создаются машины различного назначения. Боевая машина пехоты Ротель 20 состоит на вооружении с 1977 года. Имеет стальной негерметизированный корпус, двигатель, мощность которого 310 лошадиных сил, расположен в задней части корпуса. Машина достаточно мобильна, но не обладает амфибийными качествами. Вместимость вместе с экипажем 10 человек, скорость по шоссе 90 км в час, по пересеченной местности 50 км в час, запас хода 1200 км. Основным вооружением является 20-мм французская пушка, установленная во вращающейся башне. Дополнительное вооружение, два пулемета калибра 7,62 мм, боекомплект пушки 500 выстрелов, пулеметов 900 патронов. Имеются модификации этой машины. Ротель-60, вооружена 60-мм пушкой и спаренном с ней пулеметом калибра 7,62 мм. Иротель-90, которая вооружена 90-мм пушкой и спаренном с ней пулеметом калибра 7,62 мм. На базе БМП Ротель-20 разработана четырехосная бронированная машина Ротель-2 материально-технического обеспечения мотопехоты и легкой бронетанковой техники в ходе боевых действий. На машине установлен более экономичный дизельный двигатель мощностью 170 лошадиных сил. Она оснащена системой обогрева и охлаждения, места экипажа и транспортного отделения, которое может оборудоваться для перевозки горючего, воды, медицинского оборудования, инструмента и запасных частей для ремонта бронетанковой техники. Вес машины около 19 тонн, экипаж 4 человека, скорость движения до 60 км в час, запас хода до 1200 км. Вооружение пулемет калибра 7,62 мм. Боевые машины пехоты Ротель нашли широкое применение в подразделениях сухопутных войск ЮАР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова